Особо на самом деле не произошло ничего. Я как относилась ко всему, так и отношусь. Чуть прибавилось дел, я думаю. Ну, в голове у меня прибавилось дел, потому что все-таки реализовать проект хочется. У меня накануне прям награждение был день рождения, и я отметила свое 22-летие, и на следующий день мне вот такой подарок преподнесли. Очень приятно. С самого малолетнего возраста больше всего я любила либо строить дома из конструктора, либо из бумаги что-то склеивать, либо рисовать их. То есть у меня там были какие-нибудь куклы-зверята, и я для них обязательно строила что-нибудь. Либо из коробок, либо просто рисовала. Вот если посмотреть мои детские альбомы, там все прям зарисовано архитектурой. И потом где-то, наверное, лет в 13 я поняла, что нужно готовиться уже поступать куда-то в ВУЗ по этому направлению, потому что, ну, только это мое, наверное. Я рассказала только одному из кураторов, который, собственно, рассказал про этот конкурс, вот, и как-то поддерживал. А потом узнал еще и второй куратор проекта каким-то образом. Возможно, они там между собой поделились. А больше никому я не говорила. Я думаю, что в ВУЗе еще особо никто и не знает этого. Мне даже мама давала какие-то советы, потому что она вообще нас с сестрой приучает жить экологичным образом жизни. Вот, это очень большая за это благодарность. Поэтому по каким-то вопросам я с ней, конечно, советовалась. Не по части там проектирования, а по части, а как тут будет лучше. А в чем бы ты хотела жить так? А где? Вот. И, ну, она очень рационально порадовалась, я бы так сказала. Без восторгов и прыганий на месте, но очень по делу сказала, ура, поздравляю, все, теперь нужно двигаться дальше. Отец не поверил, но когда увидел своими глазами, очень отреагировал так радостно. Вот. И больше всех порадовалась сестра моя маленькая. Она вообще, наверное, три дня после этого ночи не спала, все кричала о том, что, ой, моя Поля такая молодец, такая молодец, ура, ура. У меня есть несколько путей, которые, ну вот, хотелось бы дальше в этом продолжать. Первое – это деревянное строительство, именно такое монументальное деревянное. Этим, на самом деле, достаточно мало у нас занимаемся. Ну, то есть, всякие вот эти деревянные коттеджи из Бруса, они не в счет, все-таки что-то такое более основательное. Вот. А второе направление, которое прям очень меня тянет – это реставрация. Вот. Я бы, возможно, хотела заниматься реставрацией архитектуры. Если реставрация деревянной архитектуры, то это вообще замечательно. Это лучшее решение. Ну, вообще, душа лежит, конечно, к чему-то природному больше. У меня обычно первые все идеи по проектам, они с отсылкой вот как раз на дерево и на какие-то там национальные мотивы. Вот. Мне очень нравится всякая этника. Я очень люблю Урал, особенно с севера Урала. Вот. Конечно, там хочется построить. Ну, еще как вариант, например, Архангельская область, то есть, здесь вот, в Северайте. Там тоже очень красиво, и это будет уместно смотреться. Победа в конкурсе абсолютно точно укрепила то, что я иду правильной дорогой и развела сомнения насчет того, что слова некоторых достаточно авторитетных людей в мой адрес, что у меня не получится в сфере архитектуры никуда двигаться, и что я должна заниматься только еды. интерьерами квартир, они, конечно, неправильные, и что я все-таки на этом пути я могу что-то сделать.